Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это последняя программа с моим участием, хотя не на том фоне я это произнес. Здравствуйте, это «Экономика симптомы», возможно, единственная в Сибири программа об экономике простыми словами и крайне популярна, чтобы все все поняли. Сегодня немного цифр прошлого, говорящих о будущем. Мы как-то уже прогнозировали, что в 2018 году впервые за последние два года вырастут доходы населения, по крайней мере статистически, а именно на 3-3,5%. Пока, спустя полгода, прогноз не сбывается. Реально располагаемые доходы выросли лишь на 1,6%, что и ростом считаться особо не может. Хотя это выше, чем в среднем по стороне, и будем следить, что будет дальше. Не все еще потерян. Собственно, главный показатель размеров доходов – это то, насколько много жителей тратят в магазинах и кафе. В статистике это оборот общепита и торговли. Так вот, он пока почти не растет. 1,6% по общепиту, как и доходы, кстати, и 1,3% по торговле по итогам января-мая. Большего роста не было уже около трех лет, но хотя бы идет не падение, что уже хорошо. Позитивный тренд есть. Строительство в Алтайском крае никак не может выйти на докризисные показатели. Объемы работ в денежном выражении за 5 месяцев упали на 14%, и падение это длится уже 4 года. Последний раз рост был в 2014 году, и то чуть более 2,5%. Почему это важно? Да потому что строительство – одна из капиталоемких отраслей и наиболее говорящих о текущем состоянии экономики. Поэтому за ней стоит наблюдать и делать выводы. А теперь традиционный разбор одного экономического явления. В Алтайском крае продолжает расти выдача кредитов. В мае этого года рост составил почти 40% к прошлому году. Одна из причин в том, что банки стали активнее идти навстречу клиентам. О том, как именно, поговорим с директором западно-сибирского макрорегиона «Банка Восточный» Артемом Гундосомбаевым. Артем Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас лето, а в этот период растут ли траты у жителей Алтайского края? Если да, то почему? Тут сразу несколько факторов. Первое, что приходит на ум – это отпуска. Многие едут с семьей либо по России, либо за границей, а это достаточно затратно. Второе – это дача. Она очень требовательна к деньгам. Ремонт квартиры тоже предпочитают, делают теплое время года. Многие ради этого и в отпуск идут. Далее – это всевозможная техника, климатическая, бытовая, новые телевизоры, а еще мебель и ремонт автомобиля, в конце концов. Я правильно понимаю, что все эти траты или многие из них люди совершают в кредит? Да, совершенно верно. Могу сказать, что мы фиксируем рост обращений за потребительскими кредитами на протяжении всего лета. В основном на перечисленные выше нужные. И какова средняя сумма кредита в вашем банке? В общем, мы не сильно отличаемся от всей остальной России по запросам. Это 100-200 тысяч рублей. Но в последнее время все чаще к нам приходят за суммами от миллиона и выше. Такие суммы – это частные лица? Совершенно верно. Это люди, которые нужны такие суммы на их планах. И вы удовлетворяете такие запросы? Конечно. Специально по такие запросы у нас есть уже рекомендовавший себе продукт кредит под залог недвижимости. По нему, например, максимальная сумма составляет 30 миллионов рублей. На что же берут такие крупные кредиты? Вот на все, что мы с вами перечислили, на то и берут. Бывает, что человеку необходимо все и сразу. Предположим, бабку застеклить, поставить кондиционер, дачу, допустим, приобрести. К тому же, бывают случаи, когда у человека уже есть кредит. Он его брал некоторое время назад. Понял, что процент ставки по нему, скажем так, тяжеловата. И тут можно помочь как раз крупным кредитным под низкой ставки. А у вашего банка ставка получается ниже средней по отрасли? Именно так. Она начинается от 9,9% годовых. Для такого кредита, наверное, нужен залог. Расскажите, как проходит процедура? На самом деле, с залогом все просто. Человек приходит, предоставляет документы на квартиру, получает кредит и с деньгами возвращается домой. То есть, получается, квартира остается у заемщика? Конечно. Никто не забирает квартиру, никто не переезжает. Человек живет по-прежнему, но уже с деньгами. На самом деле, это направление одно из самых перспективных именно у нас в стране. И вы рекомендуете использовать это преимущество? Если человек является собственником жилья, то он вполне может использовать его для получения денег. В данном случае много и безопасно, и со всеми гарантиями. При этом, как мы уже сами проговаривали, квартира остается в собственности. Спасибо большое, Артем Валерьевич. Спасибо, всего доброго. И напоследок. Похоже, Барнаульский старый мост, тот самый многострадальный, все же отремонтируют. Суд решил, что это должен сделать Росавтодор, ведомство, управляющее федеральными трассами. А не Росимущество, и тем более не мэрия Барнаула, которая избавилась от моста. Автодор, конечно, может обжаловать решение, но хотя бы какая-то точка в истории, о которой мы столько рассказывали, поставлена. А я с вами на этом прощаюсь. Это была программа «Экономика симптомы». Надеетесь на лучшее, но рассчитывайте только на себя. Счастливо.